Мы веселые девчата, взяли в руки ложки, деревянные, резные, звонкие и расписные. Волонтер – это человек, который на безвозмездной основе кому-то помогает. В комплексном центре социального отслуживания и реабилитации «Раменский» есть серебряные волонтеры. Серебряными волонтерами могут стать люди старше 50 лет и помогать в любом направлении, которое им нравится. Если мы говорим про наш центр, то у нас в центре есть такой проект, называется «Наше солнце. Лучи позитива», где каждый волонтер представляет собой луч света, луч добра, и вместе это большое солнце. Лидия Николаевна с малых лет занимается музыкой, окончила музыкальное училище, играла в оркестре «Русские узоры». Не может без любимого дела. Как серебряный волонтер занимается с группой активного долголетия. Сегодня проходит занятие игры на ложках. У меня аккордеон, балалайка, домбра, ударные инструменты. Я на всех инструментах играю. Я дирижер оркестра в народных инструментах. У меня профессия такая. Я без этого не могу. Душа просит. Правда. Я без этого не могу. Я скучаю. Я все. То есть опускаются руки. А это поднимает настроение. Я думаю, и мне, и другим. Так же. Кто хочет, тот и приходит по зову души. Это правда. Надежда Анатольевна два месяца посещает занятия игры на ложках. Чувствует улучшение в работе суставов рук и ног. А помимо физического здоровья, приобретает бодрость духа и отличное настроение. Очень хочется к Лидии Николаевны ходить. Это человек добра. Она творит добро и не ждет благодарности. А делает во имя душевного покоя. Нас, присутствующих. И себя. У нас здесь есть несколько волонтеров, которые добровольно пришли и проводят занятия. Например, по физической активности. Дремин Александр Михайлович. Зимой это лыжи, летом это работа в парке, питанг, шахматы, шашки, теннис настольный. Так же при неблагоприятных условиях это проводится занятие в помещении. Мы застали Александра Михайловича заплетением маскировочных сетей для СВО. Так, в свободное от других занятий время занимаемся плетением сетей. За работой Александр Михайлович рассказал, что недавно раменская команда приняла участие во всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе, где заняла 12 место среди 108 команд. Все от души. Просто интересно самому заниматься. И хотелось бы, чтобы и другие люди занимались. Очень важно, что люди могут прийти в определенное место, как наш центр, и реализовать свои лидерские качества, свои способности, передать свой личный опыт своим сверстникам. И они их ждут каждый раз. И делают они это по зову души, по доброте сердечной. 50 плюс – это самое начало вообще познания себя. И психология, именно восточная психология, чем я и занимаюсь, как раз очень хорошо помогает человеку познать себя в таком возрасте. Когда дети выросли, все уже взрослые, уже все, казалось бы, уже все решено. Вот здесь начинается самое интересное. Самый старший возраст, который посещает мои занятия, это 85 лет. 85 лет людям интересно узнать себя, узнать свою начинку, узнать вообще свое происхождение. У Коренны Александровны в группе 12 человек. На общественных началах она обучает желающих английскому языку. Вообще очень большой интерес, но люди приходят, и некоторые не выдерживают, потому что надо делать домашнюю работу. То есть мне это тоже очень интересно, и я вместе с ними, я каждый раз готовлюсь к уроку, подбираю для них тексты, грамматику, повторяю и все такое. То есть для меня это, наверное, больше даже интересно, чем для них. Люди серебряного возраста, все, кому за 50, вы можете прийти к нам в центр и сказать, у меня есть такой-то, такой-то талант. Мы найдем для вас время, место, к вам могут подойти люди, которым интересен ваш талант, и у вас будет своя группа, с которой вы будете заниматься и дарить им свой опыт жизненный. Стать серебряным волонтером можно, обратившись в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Раменский», на улице Десантная, дом 11, или позвонить по телефону 8 496 46 1 91 90. Елена Цыганова, Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина, Раменское телевидение.